Действительно ситуация непростая. Что делать, что менять и как оптимизировать затраты на средства защиты растений и удобрений? Конечно же эти вопросы волнуют каждого сидящего в зале. Я хотел бы остановиться на третьем пункте. Интегрировать систему защиты и питания растений. Коснемся более подробно о системе защиты. Чтобы грамотно, эффективно и экономически обоснованно выстраивать систему защиты растений, необходимо сочетание преимуществ биологических и химических препаратов и нивелировать недостатки обоих групп препаратов. У всех и хим, и био есть плюсы и минусы. Касаемо биологических фунгицидов, какой минус главный? Это головневые заболевания. По другим цена 2-3 раза дешевле в сравнении с химическими фунгицидами. По биологической активности в отношении корневых гнилей. Вот наш продукт, это продукт нового поколения, так скажем, фитоспорин АС, с тройным механизмом действия, 3 действующих вещества. Вот где-то процентов, до 80-80 процентов в отношении фузариоза, гельминтоспориоза. Касаемо периодозащитного действия, биология работает пролонгированно. Если влага есть, то она работает. Химические фунгициды, ну как правило где-то 2-4 недели, давайте вот так возьмем. Ну конечно же есть сейчас продукты и новые, современные, более современные. Но я говорю о триазолах, вот SD-чае, да, так вот работает до флагового листа. Ну типа знаете его препарат, систива, там действие вещества флоксапероксан. Но мы не сравнили, как она работает до флага, вопрос еще. По фитотоксичности, конечно же, преимущества имеют биологические фунгициды. Нету фитотоксичности, есть, конечно же, ростостимуляция. Иммунитет у растений не снижается, влияет только положительно на почвенную микрофлору. И нету резистентности в отношении, если сравнивать с химическими, значит, фунгицидами. Касаемо, больше всего касается это системных, значит, препаратов. Какие у нас особенности? Ну, да, цена, конечно же, не радует. Резкое снижение рентабельности. Момент еще один. Большое количество растительных остатков, особенно, значит, зерновой группы, да, которая имеет широкое соотношение углерода к азоту. Здесь не только там речь идет о компенсационном азоте, но обращаем внимание на болезни. Особенно это актуально, кто работает по ноутил и минитил. В любом случае, фитопатогенный комплекс будет там другой. Отличный от традиционной технологии. Что мы предлагаем? Что мы предлагаем? Многие хозяйства у вас работают кассом. Кассом заходит уже при температуре плюс один, плюс два. Так вот, мы рекомендуем вносить вместе с кассом фитоспорин аз. Значит, здесь о составе скажу более подробно. У нас фитоспорин, он с тройным механизмом действий, я сказал. Здесь, значит, в канистре, вот в этом канистре присутствуют споры бацилуса, субтилиса, триходерма и мицелий есть. В основном она в споровом состоянии, плюс еще метаболиты. И плюс еще, значит, лизаты ризосферных микроорганизмов, то есть продуциенты. А ризосферные микроорганизмы это род псевдоманус. Вот все эти роды по-разному действуют на целевой объект, на фитопатогены. Вот говоря о метаболитах псевдомануса, это группа антибиотических веществ феназинового порядка. Триходерма, ну известные антибиотические вещества триходермин, веридин они вырабатывают, да? Но бацилы другой состав. Вот это вот позволяет продукту работать в более положительных, пониженных температурах. КАС вносим плюс 2, плюс 3. Метаболиты сначала работают у препарата, А бацилам, для того, чтобы спорулировать, необходима температура. Они начинают функционировать плюс 5-6 градусов. И работают они пролонгированно. Это вот касаемо КАСа, да. Кто не работает с КАСом, кто кидает аммиачную селитру или там селки применяет. Значит, то здесь такая, значит, у нас рекомендация. Особенно касается это слабых таких посевов, которые, значит, стрессуют. А стресса они еще будут у нас. И в феврале месяце перепады температуры вот ожидается, как уже было сказано здесь. И, возможно, даже в марте. Но мы у себя, вот в Положье, у нас все-таки на Урале, у нас климатические условия жестче. Так вот, мы проводим реанимирующую подкормку. Температура плюс где-то 8 градусов. Значит, в опрыскивателе заливаем фитоспорин АС, гуматы, так вот, и реанимируем. Для чего это надо? Для того, чтобы активизировать процессы метаболизма. Мы кинули туда селитру, ну, чтобы растение, и она еще так вот усваивала, это хорошо, лучше. Ну, конечно, там и фосфор нужен. Фосфор начинает работу при температуре 10, там, 12 градусов. Но здесь надо смотреть погодные, климатические условия, предшественник, сорта и другие моменты, факторы. Еще, значит, здесь какая тут еще ниша, так вот, когда можно работать. Вот гербицидная обработка, хоть традиционка, хоть там, значит, хоть и, да, ноутил, то есть, вне зависимости от того, что мы касс применяем или аммиачную селитру, гербицидная обработка. Здесь мы рекоменуем тоже, опять-таки, работать фитоспорин АС. Фитоспорин для чего? Какие задачи решает? Прежде всего, это профилактика. Сами вот тоже химические производители и менеджеры, кто занимается торговлей, значит, химических вунгицидов, они что говорят? Сначала надо профилактировать. Если уже болячка, она выявлена, некрозы пошли, все, пояс ушел, вы потеряли какой-то потенциал, какой-то уже урожай. Вот с целью профилактики, вот здесь совмещается эта баковая смесь, совмещается, почему? Хотя и агрессивная среда, тут у нас гибели бацл не происходит, почему? Потому что она в спорном состоянии. Это касается тоже, вот касса тоже, хотя там щелочная атака, агрессивная среда, титр не теряется, вот я вот приведу вот здесь, вот-вот-вот, пожалуйста, вот результаты испытаний. Много раз мы проводили, контроль, чисто там, вода, да, так вот, и кассу фитоспорином. Проблем никаких нет, как был титр, девятка, миллиард, так и остается. Но в отношении триходермы, там триходермы есть вопрос, желательно баковую смесь с кассом, фитоспорин-аз, вносить сразу, то есть в полевых условиях приготовили рабочий раствор. Если более двух часов, то, соответственно, там титр падает. Почему? Потому что там не только споровая форма, но и есть мицелий тоже. Возвращаясь, значит, механизм действия какой? Что мы делаем? По механизму действия. Вот когда мы вносим касс, это вообще идеальный способ, идеальный способ профилактики и защиты от корневых, прикорневых гнилей и в дальнейшем уже листовых заболеваний. То есть мы профилактируем, в отличие химическими фунгицидами, мы не можем зайти при низких температурах, плюс 2, плюс 3, плюс 5, надо обязательно температуру сколько? Ну не менее 10-12 градусов, да? Триазола работает 12 градусов, не ниже. Что получается? Вот механизм действия какой? Вот спора. В канистре она спора сидит у нас, в споровом состоянии, все бацеллы. Они у нас там 6 видов. Самый главный штамм там 26-й Д. И когда, значит, мы вносим с кассом, капля попадает в почву, она проникает в корневую систему, корневую систему, при температуре плюс 5-6 градусов спора начинает спорулировать. Спорулировать вот как раз фаза споруляции здесь показана. Так, нету, да? Нет, значит, лазерные указки. Потом она переходит в вегетативную клетку, какая-то часть этих клеток выживает, остается в почве, ну титр падает, конечно же, да. В момент споруляции происходит активный выброс антибиотических веществ и метаболитов. Дальше, дальше что происходит? Вот эти вот светло-зеленые вот эти пятна, это колонии бацелл. Бацеллы, у них уникальное есть свойство проникать в корень, в корневые волоски, то есть эндофитными являются они. Что это дает? Это дает стимуляцию иммунитета. Значит, вот эти колонии, раз они проникли, они не будут давать проникать фитопатогенам. Значит, вырабатываются и другие вещества, которые стимулируют ростовые процессы у растений и корневой системы в том числе. Ну и вот эти ферменты, которые образуются, защитные мы называем их хитиназы, глюконазы, они как раз способны разрушать клеточные стетки фитопатогенов. И, кстати, вот эти бактерии эндофитные, они способны передвигаться по проводящим пучкам. Итак, как его определить? Элементарно. Берем листочек растения, либо даже можно взять соломистые остатки после уборки урожая, поместить его в чашки петли, положить туда питательную среду, так вот, и получается у нас вырастает колония вот этих бацил. Растение не может жить без микроорганизмов, как и человек, как и животные, поэтому мы должны тут интегрированно, опять-таки, подходить к системе защиты, ну и в том числе и питанию. Здесь уже коллега говорила о препаратах, которые содержат и фосфоромобилизаторы, калиемобилизаторы, азотфиксаторы. Такие препараты у нас тоже есть, можно давать его с кассом. Завершаю. Ну, коллеги, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но что мы имеем, то имеем, как говорится. Вы прекрасно понимаете и знаете, что в последние годы у нас появились новые штаммы фитопатогенов, да? Почему? Потому что ко многим действующим веществам, которые на сегодняшний день есть, уже они проявляют устойчивость, да, резистентность, так скажем. Вот создание новых препаратов химических, да, не сможет развиваться опережающими темпами по сравнению с изменчивостью фитопатогенов. И потребует, опять-таки, что? Материальные ресурсы. В отличие от химии, биологические пестициды не имеют, значит, они абсолютно так вот не имеют резистентности. И скорость изменения фитопатогенов будет всегда на порядок уступать скорости метаболической изменчивости наших полезных сапротрофных микроорганизмов. Вот завершая, коллеги, значит, я хочу поблагодарить, конечно же, организаторов за приглашение, ну, пожелать вам здоровья и вот именно экономически обоснованных урожаев. Спасибо. Есть вопросы к Владиславу Сергеевичу? Владислав Сергеевич, мы сейчас будем, коснемся темы мышей. Биопрепараты есть против них? Ну, но столько погибло птицы, журавли, зайцы, гибель несусветная в этом году на юге России. Ну да, это очень большая проблема для юга России. Над этим мы работаем, руководство знает, мы занимаемся этим. Но пока, конечно же, мы не можем, коллеги, предложить готовый продукт. Надо годы. Спасибо. Зоокумарин делать? А? Зоокумарин делать не нужно. Ну, мы рассматриваем так вот и бактерию, значит, Исайченко, которая вызывает чуму. Ну, посмотрим сейчас, еще пока не пришли, так скажем, к решению вопроса. Я хочу сказать, что компания Баршинком располагает очень серьезной научной базой. И вот Владислав Сергеевич, он тоже крупный ученый, доктор биологических наук. У них серьезная научная база в этой компании своя. Да, спасибо, Владислав Сергеевич. Но вот, по лучшим, да. Дальше, Сергей, при работе со серединой 12, 80, какое количество раствора надо вносить? Ну, зависит, конечно, от количества растительных остатков, какой урожай там получше. Так, ну, большой сколько? Это 6, 7, а? 8 тонн. 8 тонн, но где-то килограммов не меньше 15-20. Да, да, 15-20. И все? На тонну, на тонну, на тонну, на тонну, то есть, получается, 15 умножить, физическим весом 15 умножаем на 8. Если 8 тонн. Всегда с парением вместе, да? Ну, смотрите, если рассматривать стерню, все-таки после уборки урожая у вас погоны климатические условия какие? В основном это у вас сухо, да? Если бывает дожди, если вы поймаете осадки, то резонно вносить стерню 12, да? Но это, опять-таки, дополнительные расходы, обязательно надо что? Его заделать, вслед должен идти обязательно дискатор. Другой вариант есть, это обработка семенного материала, где-то 4-5-6 литров на тонну. Как работает у нас Евгений Делядидович Бушмин. 50 лет октября, можете тоже проконсультироваться, поделиться. Он поделится опытом. Ну и вот экономически обоснованно, в один проход можно работать, пожалуйста, и с кассом. При полной дозе касса, но момент, еще раз акцентирую ваше внимание, да, в стерне у нас что это? Это продукт, который ускоряет разложение, так вот, оздоравливает почву. Есть там иммобилизаторы, азота, фосфор, алик, который улучшает пищевой режим. Но основные действующие вещества это триходермы, там три вида, извиняюсь, не рода, а три вида. Здесь получается вот 2 часа. Если более 2 часов, титр падает. Споровая она, конечно же, столько в агрессивной среде, но мицелии, они, клетки вот эти, сразу после 2 часов. Ну, по нашим исследованиям, где-то на 2-3 порядка сразу падает после 2 часов. Спасибо.